Итоги уходящей пятницы За буйки не заплывать В Бобруйске разрешили купание в двух местах Будет разрешено купаться взрослым и занятиями всеми видами спорта Где вода чистая Возраст это всего лишь цифра В городе прошел фестиваль МЧС Суперстар Очень интересное соревнование Кто участвовал А также закон о здравоохранении Итоговые результаты И на контроле президента Во дворце независимости прошло совещание Главная тема уборочная На что обратил внимание Александр Лукашенко Работники торговли принимали поздравления В горысполкоме чествовали лучших представителей отрасли Благодарственные письма, цветы и грамоты Вручили 16 сотрудникам сферы розничной торговли, обслуживания и общественного питания Награды от Министерства антимонопольного регулирования и местных властей Хотелось бы поздравить всех работников торговли за тот вклад неоценимый, который они вносят в развитие нашей отрасли города Бобруйска Пожелать им всем за их нелегкий труд, крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, удачи и, конечно, благодарных покупателей и посетителей Профессиональный праздник ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля В Бобруйске более 10 тысяч человек трудятся в этой сфере Внимание, доброжелательность по отношению к покупателям, добросовестное отношение к своим обязанностям Отличительные черты работников торговли Шаг к будущей профессии Бобруйские колледжи продолжают прием документов От следствия до кладовщика Профессия, которую предлагает автотранспортный колледж Приятный бонус – возможность получить водительское удостоверение категории Б и Ц Стоит обратить внимание, в этом году учреждение образования принимает исключительно на бюджетную форму обучения Подать документы можно до 12 августа Хочу отметить, что с разных уголков страны к нам приезжают И с Мозыря, и с Калинкович, с Брестской области, с Витебской области, с Борисова То есть регионы все у нас представлены в нашем учебном заведении Продолжается прием и на основе базового образования Специальности – организация перевозок, управление движением на автомобильном и городском транспорте Срок обучения – 2 года и 10 месяцев Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19 За минувшие сутки зафиксировано 1103 пациента с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразились 438 767 человек Тем временем в стране продолжается массовая вакцинация Например, в Минской области двумя компонентами привились более 8% населения Так, первую дозу получили более 160 тысяч человек Обе – без малого 120 тысяч На выбор два препарата – китайский «Синофарм» и российский «Спутник Ви» Последний, к слову, пользуется большим спросом жителей региона Сделать укол можно во всех центральных районах больницах ЦТ-2021, Лига конференций и градус за окном В Беларуси долгожданная прохлада вновь уступит место жаре Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Александр Лукашенко требует в оптимальные сроки Организовать в стране уборочную кампанию Сделать это необходимо оперативно и качественно Об этом президент заявил сегодня на совещании во Дворце независимости Глава государства подчеркнул Для этого выделили все необходимое – средства, технику и топливо Внимательно следить будут за всеми процессами во время сельхозработ От экономических до погодных условий Сегодня вступают в силу изменения в законе о здравоохранении Они коснутся врачей и пациентов Так для людей в белых халатах устанавливаются надбавки За участие в новых, сложных и уникальных методах лечения Также начинает работать востребованная услуга – дистанционные консультации Телемедицина позволит не выходя из дома попасть на прием Провести консилиум, получить электронный рецепт Изменились и правила выдачи листков нетрудоспособности Республиканский институт контроля знаний подвел итоги ЦТ По мнению экспертов, подготовка абитуриентов стала гораздо лучше Были и нарушения – 11 человек удалились тестов Своим правом сдать испытания не смогут воспользоваться в следующем году Ну а те, кто прошел, уже могут получить свои сертификаты И подать документы в учебные заведения для поступления Солигорский шахтер проиграл первый матч второго раунда Квалификации Лиги конференции Команда уступила в гостя клубу «Фола» из Люксембурга На этом этапе Беларусь представляют еще три команды Они показали следующие результаты «Динамо Брест» Виктория Плезень – 1-2 «Торпеда Копенгаген» – 1-4 Порадовал победой лишь борисовский ботэ Минимально обыграв «Динамо» из Ватуми Единственный гол забил Павел Нехайчик В Беларуси долгожданная прохлада вновь уступит место жаре Так в субботу ожидается переменная облачность Будет без существенных осадков Лишь местами пройдут кратковременные дожди и грозы Ветер прогнозируется северо-западной 4,9 метров в секунду При порывах до 14 Ночью температура воздуха составит от 10 до 16 градусов тепла Днем будет до плюс 29 На море можно не ехать В Бавруйске снова разрешено плавать Правда, не везде Напомним, с 28 июня В городе был введен запрет на купание Во всех реках и водоемах Всему виной найдена кишечная палочка Сейчас вода стала чище Открыты пляжи Центральная и Санатория имени Ленина В зоне рекреации здравницы Шинник Ограничение продолжает действовать В пляже 6 микрорайона Втором пляже Будет проводиться мероприятие По ограничению купания детей Только детей Будет разрешено купаться взрослым И занятиями всеми видами спорта В Бавруйском районе разрешено плавать Только на одном пляже В зоне отдыха наше место Напомним, штраф за купание в запрещенных местах От 29 до 87 рублей Нетрезвым отдыхающим Городит 8 базовых Это 232 рубля Маленькие дети всегда должны быть под присмотром родителей Суперстар Фестиваль МЧС собрал представителей золотого возраста Конкурсная программа включала в себя визитку Пожарный боулинг и эстафету Главный акцент на безопасность За турнирными баталиями следила Ольга Васенда Александр Балакин уверен Пенсия – это вторая молодость Поэтому дома не сидит Занимается теннисом Играет в шахматы Катается на коньках и лыжах Ведет здоровый и активный образ жизни В фестивале МЧС принимает участие во второй раз Очень интересное соревнование Так это взбадривает И интересно Адреналинчик Молодцы, конечно, спасатели, что это нам организуют Потому что уже возраст хороший И чем сидеть на лавочке Так уже лучше вот тут вот вокруг Спортивному празднику всего два года Но любовь опытных людей он уже сыскал В этот раз на спортивной площадке Три команды, 23 человека Первый конкурс – визитная карточка У каждой Dream Team не более 7 минут Чтобы себя презентовать Лучшую сборную определяет жюри Главные критерии – оригинальность, содержание и артистизм Пожарная эстафета – один из самых сложных и зрелищных этапов Участники проходят различные станции Их шесть Все они разные Для конкурсантов подготовили неожиданное испытание От загадок до викторин И все-таки фестиваль в первую очередь О безопасности А спортивный праздник – своего рода педагогический ход Напомнит старшему поколению жизненно важные правила Людей с богатым жизненным опытом хотим привлечь к вопросам безопасности В частности, пожарной безопасности Потому что зачастую, к сожалению, на пожаре гибнут у нас Из 68 погибших 30 – это пенсионеры Напомним, сейчас по стране продолжает шагать акция «Каникулы без дыма и огня» Ее основные вопросы – предупреждение возникновения пожаров По причине шалости с огнем, гибель и травматизм детей Завершится на 31 августа Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруиск, 360 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА